К другим темам. Губернатор Игорь Рудени наградил ученых из Верхневолжья за выдающиеся достижения в области науки и техники. Премии получили молодые ученые, аспиранты, студенты, а также коллективы исследователей. На мероприятии побывала Наталья Чегет. Торжественная церемония вручения премий впервые прошла в новом зале награждений, расположенном в отремонтированном здании регионального правительства. Открывая торжественную церемонию, глава региона отметил неоценимый вклад уроженцев Верхневолжья в развитие отечественной науки. Сегодня перед нашей страной, перед отечественной наукой ставят поистине масштабные и пахальные задачи по обеспечению технологического суверенитета, импортозамещения, технологической независимости. Как подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, именно научные достижения позволят нам на качественном уровне решать задачи во всех сферах. Среди лауреатов как заслуженные ученые, так и молодые исследователи. В номинации «Аспирант года» за достижения в области технологий премию удостоен Даниэл Кокорин из Тверского государственного технического университета. Он занимается разработкой аддитивных технологий, то есть созданием металлических изделий путем послойного добавления материалов. В нашей технологии используется электродуговая наплавка пролочного материала, что позволяет нам увеличить производительность до четырех раз по сравнению с аналогами. Технология может применяться на машиностроительных предприятиях различного назначения. Применяем электродуговую наплавку, то есть эта технология основана на механизированной сварке в защитном газе, которая применяется, широко используется на машиностроительных предприятиях. То есть технология имеет значительный потенциал промышленного применения. Награды получили и коллективы исследователей. Победителем признана научная группа под руководством доктора химических наук, профессора, заведующего кафедрой биотехнологии, химии и стандартизации Тверского государственного технического университета Михаила Сульмана. Разработка касается семейства каталитических систем для различных процессов химической технологии. Это процессы получения полупродуктов, лекарственных средств, процессы переработки отходов различного происхождения, как полимерных, так и биопроисхождения. Это процессы получения топлив из нитрационного сырья. За разработки в области экологии и защиты окружающей среды лучшим стал коллектив под руководством кандидата технических наук до центра кафедры технологические машины и оборудования Анны Гусевой. Их разработка связана с работой фрезоформовочной машины для добычи кускового торфа с точки зрения обеспечения качества получаемого продукта и снижения энергоемкости процесса. Это значит, что у нас агрегат работает в энергосберегающем режиме, соответственно, меньше тратит топлива и снижаются выбросы негативные в окружающую среду от работающего машины. Многие разработки ученых, которые отмечены по результатам конкурса, уже успешно применяются на ряде предприятий региона. В этом году на конкурс было подано 36 заявок. Впервые в этом году представлена разработка военной академии ВКО имени маршала Советского Союза Жукова. Таким образом, на сегодняшний день в конкурсе задействованы все государственные вузы Тверской области.